Люберецкий округ посетили молодые учёные из Стемирязевской сельскохозяйственной академии. Вместе с замминистра экологии Московской области Вадимом Воронцовым они посетили бывший полигон твёрдых бытовых отходов в Торбеево. Подробнее в сюжете Богдана Колесникова. Площадь полигона 25 гектаров. Большую часть законсервировали ещё в 2013-м. Отходы утрамбовали, присыпали пятиметровым слоем грунта и установили систему дегазации. Чтобы собрать биологический газ из тела полигона, на различной глубине проложили трубы для передачи на эту станцию. И чем выгодно она отличается, здесь есть система охлаждения газа, то есть его подготовки перед фильтрацией, сжиганием. Вредная примесь, которая случайно вдруг не осел в охладителе или её не уловил фильтр, она непосредственно сгорает сама. То есть выбросов абсолютно не происходит. Сжигание идёт даже чище, чем из газовой горелки дома. Мониторинг качества воздуха проводится каждый час. В онлайн-режиме данные передаются в Министерство экологии. По просьбам жителей анализ воздуха проводит и передвижная экологическая лаборатория. Её устанавливают в нескольких метрах от въезда на полигон. Проверить замер по 32 показателям, таким как угарный газ, сернистые соединения, азотистые соединения, озон, предельные углеводороды, ароматические соединения. Нигде превышение не было выявлено. Продолжаются работы и по рекультивации полигона. В 2023-м Минэкология утвердила дорожную карту по отсыпке нижнего слоя. Это последняя карта полигона, которая эксплуатировалась ещё пять лет назад. Чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду, здесь также уложен грунтовый слой. На данном этапе новая дорожная карта находится на рассмотрении в Минэкологии по среднему участку. Производительный объём — 150 тысяч кубов грунта. На весовой у нас установлена камера, которая направлена в сторону полигона. Любой желающий может по ссылке, которая находится на баннере, который висит в начале полигона, зайти и посмотреть в реальном времени, какие работы производятся на полигоне. Через контрольно-пропускной пункт завозят только вторичный щебень и чистый грунт. Для отсыпки последнего участка площадью более шести гектаров. Рядом с полигоном перерабатывают строительные отходы. На въезде на площадку каждый самосвал также фиксирует видеокамеры. В рамках работы летней школы Тимирязевской социальной академии мы с коллегами приехали изучить работу комплекса по переработке строительных отходов. Посетили и старые закрытые карты. Мы убедились, что действительно твёрдые коммунальные отходы на территорию полигона не поступают. Тот автотранспорт грузовой, который заезжает, привозит исключительно строительные отходы. Полигон твёрдых бытовых отходов в Торбееве был открыт 30 лет назад. В 2021-м его деятельность полностью прекращена. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.